Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет опять очередное гастрономическое видео. Аня будет готовить шарлотку с яблоками. Но так как мы используем местные продукты, яблок у нас нет. Давайте посмотрим, как мы из этого выкрутимся. Аня, скажи, ну это же к яблокам вообще не имеет никакого отношения? Это как морская свинка, ни к морю, ни к свиньям. Википедии написано малайские яблоки. Ничего не знаю. Ничего не знаю, яблоки, да? Но они же внутри со вкусом воды. Да, да. То есть как ты собираешься из малайского яблока сделать яблоко европейское? Все очень просто. Нам привезли яблоки, которые невозможно есть. Ну не выкидывать же их, елки-палки. Будет шарлотка. Я вижу кейн-шугар. То есть мы будем в яблоки добавлять сахар тростниковый. И в обычные яблоки тоже добавляются, они обсыпаются. Вот так это выглядит. Такая беленькая штучка. На авокадо похоже? Ну нет, на консистенцию она похожа на дряблый дайгон. Я про косточку. Про косточку. Слушай, знаешь, что в этих яблоках опасно? Их нельзя есть, потому что мы испортим унитаз. Ну косточку, слушай, это надо очень, там, способности больше иметь. Прократить такую косточку. Это напоминает, но девочки меня поймут. Вот кто-нибудь в детстве наверняка пробовал лепестки пиона или розы, которые только распустились. Все ели лепестки пиона или розы. Это такая же гадость. Короче, вот эти яблоки, я даже не знаю, что мы с ними будем делать. Как ты из них хочешь яблоки сделать? Это уже все сделано. То есть природой. Короче, друзья, у нас сейчас процесс, кулинарный эксперимент, процесс приготовления, использование морской свинки по профилю. Варенье же из них вкусное было. Вкусное, подожди, так это же этот плод аки, да, я так понимаю? Не аки, это, боже ты мой. Аки ядовитый. Шарлотка с ядом. По-французски это будет помпозон ядовитое яблоко. Аки. Кстати, аки очень похоже на вот такую штуку. И растет на Ямайке, и если ее съесть... А другие косточки? Другие косточки, да. Я когда-то шел, смотрю, лежит красное красивое яблоко. Я его, оп, у меня подбегает чувак, и выбраться, типа, выбивает из рук. Оно ядовитое, можно было... Оно, кстати, не ядовитое, если его приготовить. Поэтому они его едят нормально. Мы ели. Да, позавчера. Позавчера, да. Как видите, ничего их не берет. Уже даже полицейские привезли на Маке, типа, жалите, сволочи. А нет. Слушай, ну будет такая говношерлотка. Прикройте газетой, да, и добавьте водки. Пакет из Макдональдса на голову, я знаю, я понимаю, с чем речь. Только Биг Мак бери, нашел большой, можно есть поле для маневрова. Ну, просто шарлотка сама по себе довольно вкусная, зачем из нее делать говношерлотку, вообще непонятно. Не, мне кажется, что будет вкусно. Ну, так, что будет вполне необычно. Можно еще кокосовую и стружки туда добавить. Косовая стружка есть. Но мы такой шарлотки с вот этими ягодами никогда не ели, поэтому давай пробуем. Нет, интересно же. Надо добавить немножко сахара побольше, просто, чем обычный, будет нормально. Это, конечно, не яблоко, ну, в классическом понимании, но... Ну, похоже, похоже. Да, по крайней мере, она достаточно сочная, и его просто похластить будет нормально. Да, шарлотка суховата, ну, окей. Да-да, вот сахар сделает правильный коррекшен. Будешь варить? Нет, просто маленькая крошка. Ну, вот, сладенькая, люблю. Слушайте, а может, там какой-то посадить? Слушайте, у нас... Подожди, я надеюсь, все-таки у нас цивилизация как-то... Не сильно расстроена. Не полный блок-аут будет. Я думаю, что у нас на самом деле ничего не вырастет. А можно и поросят развостей. С той селени, которая в морозилке отыкарит. Ну, подожди. А что, вкусно что-то стало? А, вкусно верить. А, вкусно стало. Ммм, шарлотка с кокосом. Нет, я только не ел. Никто такой не ел. О, Вова, ты очень классно сел. Как раз закрываешь вход от этого солнца ядреного. Я знал. А нам только желтки нужны? Нет. Для бисквитного теста белки взбиваются отдельно в меренгу. Белки растираются с сахаром отдельно. И только после этого все это смешивается с водой. Ой-ой-ой, как сложно. Это блюдо простое по продуктам, но требует особой технологии приготовления. Не смотри на меня так пристально. Сейчас по-любому что-нибудь выпадет. А ты нормально делай, нормально будет. Курица или яйцо? И вот есть ответ на это. Появилась раньше курица. Почему? Откуда она взялась? Она была сделана из ребра петуха. Ну, это же полная фигня. Но с религией такое получилось. То есть это сейчас желтки взбиваются. О, прикольно. Это ты уже сделала формочку и ее смазала маслом. Причем я видел масло кокосовое. От Кондрата. От Кондрата. Конрад это полицейский, который нам это масло привез. Он его сам делает дома. Безотходное производство. Из желтых стали белыми. О, белые, они побелели. О, это, наверное, гоголь-моголь такой, да? Это гоголь-моголь именно. Еще сахара туда добавить и будет гоголь-моголь. Вот, это с сахаром. Это уже с сахаром. А, класс. Можно пальцем положить. И чем белки взбивать? Чтобы они дали структуру тех, кто. Это же пояска, как губочка. Это тут сахар туда выщипывал. Вот тут сахара будет много. О, ну, грамм 130, но так уж и много. Немного. Прямо вкусняшка получилась. Класс. Нормально. Ну, зато, что мыть потом руками, что ли. Выглядит круто. Какое безешечко. Смешиваем, да, желтки с частью белков. Смешиваем с мукой. А остаток белка, он... А пропорция муки какая? Ну, я делаю на глаз. Ну, если кто-то хочет рецепт, муки-палки. Классический французский бисквит, ребята. Все по 100. Один мука, один яйцо, один сахар. Похоже на монтажную пену. Похоже. Пена монтажная, не иначе. И ждут. Сейчас очень нежно нужно промешать с остатками белка. Так, чтобы пузырики, которые мы сделали, по максимуму сохранились. Не были деформированы, прижаты. Слушай, ну вот это сейчас выглядит, как будто мы не очень голодаем. А мы голодаем? Не, ну мало ли. Ты врал в предыдущих сериях? Я врал, что у нас мало еды, и Вова ничего не готовит. И слишком много алкоголя. Сохнем от алкоголя. Яблоки пошли? Да, яблоки мы здесь сейчас не будем. Кажется, что они хорошо. Лук. Лук. Нет, это редиска. Это ялтинский такой, синий. Ой-ой-ой. Выглядит все вкусно. Да, вишенка будет сверху? На торте? Да. Можем. Из этого же яблока вырезать вишню. Если на него попадет холодный воздух, он замерзнет и тут же выпустит все пузыри. А, то есть нужно, вот поставили и все. То есть у нас уже духовка горячая. Правильно я понимаю? Ой-ой-ой, вижу-вижу. Огонек горит. И не на низ, а где-то посрединку, да? Ну да. Сколько времени нужно? Начнем от полчаса. Отлично. Полчаса ждем. Часа прошло, да? Нет, прошло 20 минут, но он и своим видом, и своим запахом... Он уже говорит о том, что он сушен. Он готов? Готов. Ну нет, чуть-чуть в серединке мы его еще ставим. Сейчас мы его развернем немножко. Вот она, видно, сама духовка не пропекает нормально. Ну, это же духовка такая. Да-да, она без... Без... Этого... Инфлятора. Ну да, без конвекции. Ну что? Мы готовы, это есть. Ну, это еще не готово, чтобы его есть. А что ж с ним делать? Ну, сейчас надо печеное начало. Ну, сейчас точно готовое. Да все, уже другое поднятое. Все. Кыш. Ого! Все-таки сейчас еще удостоверимся. Скажем, не выключаем. Здесь окей. Ну, я считаю, что окей, иначе испортим. Я считаю, что она передает? И запахи передает? А, звуки, запахи. Я про запахи говорю. Походу, не передает, раз вы как на меня выставились. Мы просто удивились, что звуки камера не передает. Запахи, должно быть запахи. Звуки, ладно. Звуки и каждый может, а запахи не каждый. Да. Что с этим делать? Ну, достать, чтобы там дыхало. Помочь? Так. Все, резать это можно только когда остыло. Ну, все, тогда оставляем и ждем. Пускай остывает. Выглядит вкусно, как еда. Я бы сказала, что даже симпатично, как получившаяся еда. Прямо торт на день рождения. Крутая. Да, можно? Друзья, наш гастрономический выпуск подошел к концу. Шарлотка была просто волшебная, очень мягкая. Несмотря на то, что эти яблоки были странные изначально, получилось все очень вкусно. Подписываемся, ставим лайк, проверяем колокольчик, чтобы знать о всех уведомлениях, которые приходят с нашего канала. И обязательно комментируем, обязательно задаем вопросы, делимся своими рецептами. И до встречи через несколько дней. А на этом наш гастрономический выпуск подошел к концу. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok